Донские школьники готовят каждый день Атмосферу покоя и доброжелательности создают волонтеры и воспитатели, учителя начальных классов Под руководством наставников Аделина своими руками смастерила разноцветную змейку из бумаги Теперь выбирает, кому ее подарить За неделю у нее появилось сразу несколько подруг Здесь я познакомилась с Соней, с еще одной девочкой, с Аленой и с Настей Несмотря на то, что детям здесь есть чем заняться, у родителей остается чувство беспокойства за родных и близких Татьяна приехала сюда с двумя дочерьми, младшей не исполнилось и года С мужем созваниваются каждый день Беспокойство и тревога, она всегда у нас, всегда Потому как мой муж вообще в ополчении остался там Я переживаю за все это дело Каждый день новости не очень хорошие приходят Для граждан Украины ежедневно работает правовая помощь В основном обращавшихся интересуют вопросы трудоустройства, получения гражданства, социальных льгот и пенсий Консультацию для граждан Украины лично провел руководитель администрации президента Сергей Иванов Он говорит, здесь бы вы получали хорошую пенсию Но надо документы трудовые у меня там осталось Но соседка может как-то переслет После детского лагеря представители власти направились в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Береева На совещании Сергей Иванов заверил, из федерального бюджета Ростовской области выделено 240 миллионов рублей Ресурсы для размещения все возрастающего потока беженцев в Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую области, Краснодарский край, Ставропольский край Они по существу местные финансовые ресурсы уже исчерпаны Поэтому вот сегодня, как первая ласточка, было принято постановление правительства об оказании федеральной помощи Это бюджетные деньги и только бюджетное законодательство обеспечивает их расходование Они должны быть расходованы целевым образом У нас создана комиссия, кстати, с участием общественников Которая рассматривает и сегодня вопросы расходования денег, которые есть в наших фондах Доброе дело и Красный Крест И, конечно, при поступлении этих денег эта комиссия будет участвовать Кроме того, Донской регион может попасть в федеральную программу по переселению соотечественников, проживающих за рубежом Это позволит гражданам Украины, пребывающим на Дон, оперативно получить статус беженца А также ускорит возможность предоставления им российского гражданства В список регионов, на которые распространяется действие этой программы Не были ранее включены Ростовская область, Белгородская область и Ставропольский край И сегодня все три губернатора единогласно, единодушно выразили желание подключиться к этой программе В конце встречи глава администрации президента отметил Ни один житель Украины не сказал недоброго слова в адрес России Дончане продолжают перечислять деньги на счет благотворительных организаций и принимать украинцев в своих домах Валентина Назаренко, Андрей Коробко, Главное новости Редактор субтитров А.Семкин